Мы обладаем биологическим оружием, которое способно уничтожить нас всех. У нас есть бомбы, которые могут уничтожить не только эту планету, но даже Солнце и Солнечную систему. Скажите мне, зачем нам это все нужно? Для чего? Могу поспорить, вы думаете, что поставил меня в тупик. Но на самом деле в жизни существует один конечный пункт назначения, и к нему ведут две дороги. Этот пункт назначения – полное совершенство и наполнение. Мы можем достичь его медленно путем страданий, или более быстрым и приятным путем, путем света и изменений. Оказывается, что путь страданий – это вовсе не путь. Это просто набор воздействия на нашу жизнь, который происходит по причине того, что мы не принимаем осознанного участия в своем развитии. Это медленная, болезненная, мучительная эволюция, которую мы называем историей, и которая непонятно, где началась, и непонятно, куда нас ведет. Путь света и изменений – это путь, при помощи которого мы раскрываем нашу собственную природу, и природу, направляющей нас силой. Мы доходим до понимания сути этой природы и цели движения. Она манит нас к себе, и мы даже начинаем за ней следовать. А путь страданий только лишь толкает нас сзади в виде физических обстоятельств, которые причинают нам страдания, достаточные для того, чтобы мы неосознанно произвели внутренние изменения, позволяющие продвигаться вперед. И так как мы очень сильно отличаемся от сил, управляющих развитием, то мы сопротивляемся им и ощущаем это воздействие как болезненное. Путь страданий – это эволюция эгоизма на протяжении тысячелетий. Мы постоянно изобретали все больше и больше способов получения наслаждения от природы. И казалось, что так будет продолжаться бесконечно. И это всегда сулило нам надежды на будущее. Мы думали, что в следующем поколении у нас будет больше здоровья, мы заживем как короли, сможем пересекать океаны и открывать дальние страны, полетим в космос и исследуем его, достигнем политических и личностных свобод, построим машины, которые будут за нас работать. Мы будем наслаждаться. Но все произошло совершенно наоборот. Мы не наслаждаемся. Мы окончательно отдалились друг от друга. И таким образом, оружие массового уничтожения, которое мы видим, это всего лишь знак на пути страданий, указывающий на то, что наше эго достигло конечной формы своего развития. Мы не можем с его помощью двигаться вперед. Человечество зашло в тупик во всех областях своих деятельностей, потому что эгоизм не способен продвинуть нас дальше. И появляется необходимость в чем-то еще. Нам нужно нечто абсолютно другого порядка. Это первое проявление потребности к духовному во всем человечестве. И человечество теперь должно начать развиваться осознанно, при помощи совершенно иного, высшего закона природы. Если мы пойдем путем света, называемым Путь Торы, то сможем ощутить эту волну, и уже сегодня внутренне начать жить в своем следующем состоянии, по своему собственному выбору. И тогда отпадет необходимость в вынуждающем физическом подталкивании сзади. Давайте вернем их туда, откуда оно пришло. Для дополнительной информации обращайтесь по этой ссылке.